МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационная программа Панорама Севера в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто такой сети-менеджер и зачем он нужен? Эти и другие вопросы будоражат умы северян. До рассмотрения правительством региона законопроекта об организации местного самоуправления остается неделя. В Архангельске по поводу перехода на новую систему местного самоуправления уже высказали свои позиции депутаты Гордумы, представители Совета ветеранов, молодежные организации, деятели культуры. К ним присоединились и профсоюзные лидеры. Для руководителей профсоюзных организаций право выбора мэра не подлежит оспариванию, ведь оно закреплено Конституцией. Именно при избранном всенародном мэре Викторе Павленко члены профсоюзов поняли – муниципалитет помогает не словом, а делом. Только за последний год благодаря слаженной работе городской власти и профсоюзных организаций была повышена заработная плата работникам культуры и учителям. Дополнительные выплаты получают сотрудники детских садов. Поэтому руководители профсоюзов выступают за прямые выборы мэра, как руководители исполнительной власти в городе. Кто такой сити-менеджер? Кто обучил его управлению городом? Кем он назначается? А мы сами с вами знаете, кем он может быть назначен. И потом две головы в городе приведут к тому, что будет неразбериха и может быть еще хуже, чем мы можем это ожидать. Что касается сегодняшней системы управления в городе, я считаю, что она работает. Сегодня видна система работы, видна работа той команды, которая есть при мэре. И для меня, например, если есть проблемы, которые нам нужно решить как профсоюзу, они решаются. Сегодня меня устраивает та работа по социальному партнерству, которая создана у нас в городе. И это понятно. Мэр, прошедший через систему прямых выборов, осознает всю ответственность перед людьми, которые отдали ему свои голоса и стремится быть полезным городу. Сити-менеджер по своей сути временщик. Его контракт может быть расторгнут в любую минуту. Во многих городах, где была введена данная модель сити-менеджера, она пока не принесла каких-то ощутимых результатов. В частности, допустим, в Смоленске уже сменилось 5 сити-менеджеров, а в Саратове 7 сити-менеджеров. Я считаю, что если у нас уже отобрали право выбирать губернатора, то на сегодняшний день я не думаю, что нужно отбирать у нас право выбирать мэра. То есть выборная система власти в городе должна остаться. И действительно, зачем отменять проверенную временем четко выстроенную систему, если наперед известно, что ни к чему хорошему новоиспеченная модель управления городом не приведет, поскольку не может быть демократии там, где нет права выбора. Инга Швецова, Сергей Минин, Панорама Севера. В Северном округе продолжается строительство стадиона 6-й спортшколы. Согласно планам, уже этой осенью там появится футбольное поле с искусственным покрытием. Стройка финансируется из городского, областного и федерального бюджетов. Общая стоимость проекта 135 миллионов рублей. С рабочим визитом объект посетил заместитель мэра Архангельска по городскому хозяйству Святослав Чиненов. На стройплощадке уже завершаются подготовительные работы для асфальтирования беговых дорожек. Укладка асфальта начнется в этот четверг и продлится около 10 дней. Затем монтаж резинового покрытия. Специальная техника для этого заказана в Москве. На сегодняшний день работы идут по плану, однако с небольшим отставанием. Трудности, ну, они, так скажем, организационного порядка, да, то есть многие организации не местные. Вот, допустим, оборудование спортивное, оно вообще приехало к нам из Волгограда. Оборудование французское, то есть в связи вот с всякими санкциями экономическими, да, вот европартнеры задержку оказали. Мы, соответственно, тоже так косвенно, но все-таки пострадали от этих вот внешнеполитических факторов. В этой ситуации даже 12-дневное отставание от графика может быть существенным. Работы необходимо закончить в сухую, теплую погоду. Но аукцион на поставку искусственного покрытия для футбольного поля правительство области проведет только 18 августа. Контракт будет заключен не ранее 28 августа, а срок поставки поля 60 дней. Технический заказчик проекта, главное управление капитального строительства Архангельской области, не принимает должных мер по контролю за подрядчиками. Что нам по этому поводу говорит федеральное законодательство? Что если идет ненадлежащее исполнение муниципального контракта, инвестор, да, или та сторона, по чему заказу работает подрядчик, вправе расторгнуть договор. А по 44-му федеральному закону мы будем вынуждены и обязаны включить вас в реестр недобросовестных поставщиков, и не только вас, но и вашего учредителя. То есть тем самым своими действиями подставляете правительство Архангельской области. Ведь включение в реестр недобросовестных подрядчиков лечет за собой запрет на участие в процедурах по государственному и муниципальному заказу не только для Главного управления капитального строительства, но и для его учредителя, правительства Архангельской области. В первой декаде сентября подрядчик должен завершить работы на 95-97%. Минус 9% ровно настолько в Поморье снизилась преступность. Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия 2014 года, заявил прокурор Архангельской области Виктор Насеткин. Впервые за последние годы количество зарегистрированных преступлений не превысило планки в 10 тысяч. Казалось бы, хорошая тенденция, если бы не множество «но» среди которых. Снижение выявляемости правоохранительными органами криминала коррупционной направленности. Здесь у нас минус 50% почти. Экономического почти на 22% меньше. И фактов организованной преступности на 80% меньше. Вместе с тем, если в прошедшем году не раскрывалось каждое четвертое особо тяжкое преступление, то в текущем году их уже примерно треть. Среди других приоритетов в работе прокуратуры – рост просроченных зарплат. Здесь задолженность работодателя увеличилась до 90 миллионов рублей. И в основном долги перед работниками копят крупные предприятия-банкроты. Курсанты Архангельского морского рыбопромышленного техникума готовятся пройти учебную практику на легендарном барке «Седов». За 72 дня будущие моряки совершат свой первый в жизни кругосветный рейс. Им предстоит пройти 8 тысяч морских миль. Сегодня на них парадная форма. Именно ее курсанты Архангельского рыбопромышленного техникума будут надевать, когда их учебное судно – легендарный барк «Седов» – будет заходить в иностранные порты. По сути, практика на «Седове» – своеобразный допуск в профессию. Чего стоят, например, парусные авралы. Романтика есть некая такая. Ты идешь под парусами, мечты, возможно, выйдем вечером на палубу, звезды посмотреть. 36 студентов 2-го и 3-го курса примут участие в кругосветном походе. Причем только те, у кого нет академических задолженностей. Эта практика продлится 72 дня. Где-то из них 65 будут ходить под парусами, то есть управление парусным судном «Седов», который несет парусное вооружение порядка 4142 квадратных метра. Вот эти все паруса надо ставить, ими маневрировать, управлять, поскольку 75% времени будет работа с парусами. Семь футов под Келем будущим морским волком пожелал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. К слову, в конце октября Поморская столица вновь примет международный форум во славу флота и Отечества. Он задаст векты развития морской сферы на годы вперед, подчеркнул глава области. Само это мероприятие, оно ведь уже, по сути дела, некое вступление в большой юбилей следующего года, 70-летие Победы, и то, что вот эти традиции в рамках этого фестиваля, этой конференции, там очень много практичных решений будут предметом и исследования, и обмена опытом, и дополнительного продвижения. Это, конечно, тоже одна из форм деятельности правительства. Судоводители, суда и электромеханики, рефмеханики. Учеба на Седове – это и тяжелая работа, и упорная учеба. Плавание начнется 16 августа в польском порту Гдыня. У меня отец моряк, так что хочется посмотреть, на что он потратил большую часть своей жизни, и как бы стоило ли оно того. Швеция, Финляндия, Германия, Испания, Франция, Португалия. Конечным пунктом похода станет Санкт-Петербург. В Неву Седов зайдет 4 ноября. На его борту будут уже не курсанты, настоящие моряки. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Панорама Севера. В Котласе произошло историческое событие. Из стен нового акушерско-гинекологического стационара выписали первого новорожденного. Этот мальчуган весом 2,9 кг, ростом 49 см, навсегда вошел в историю Котласа, как первый ребенок, родившийся в стенах нового акушерско-гинекологического стационара. Маленький Антошка еще не знает об этом, а потому, увидев шумиху вокруг себя, фотоаппараты, камеры, много незнакомых людей, расплакался. Родители Антошки совсем молодая супружеская пара из Котласа. Папе 21 год, маме 23. Их первенец появился на свет 5 августа. Мы очень ждали появления на свет малыша, но никак не ожидали, что будем первые. Очень рад муж этому, потому что он больше всего ждал попасть в историю перинатального центра. Раз, два, три. Вместе с Антоном Чертковым в летопись акушерско-гинекологического стационара войдет и Тимур Николаев. Этот малыш стал последним ребенком, родившимся в старом корпусе роддома. Родился у меня в 4-го, в 10-44 августа. Вес 2,340, рост 48 сантиметров. Конечно, переживал маленько, рожал, да. А сейчас я очень рад, как думаешь, на позитиве есть. Несомненным плюсом к хорошему настроению родителей стали подарки. Дарья и Андрей Чертковы получили вместе с поздравлениями мягкую игрушку и подарочный сертификат на 20 тысяч рублей от города. Юлия и Александр Николаевы денежный приз от больницы. Кадры сильные у нас акушерские, гинекологические. Оборудование сейчас очень хорошее, на нем начали работать и условия замечательные. Я думаю, что это все предпосылки для того, чтобы женщинам было удобно и, самое главное, безопасно рожать. За неделю после переезда в акушерско-гинекологическом стационаре на свет появилось 22 новорожденных, в их числе близнецы. Все отделения от родильного до гинекологического функционируют на полную мощность. Сегодня на четвертом этаже начала свою работу женская консультация. А в Новодвинске после ремонта открылись дошкольные образовательные учреждения. На ремонт школы и детских садов в этом году было выделено порядка 9 миллионов рублей. На эти деньги проведены ремонты и установлены ограждения. А уют и красоту сотрудники детских садов создают своими руками. В одном из таких учреждений побывали наши новодвинские коллеги. В Центре развития ребенка детский сад номер 18 воспитанников встречает вот такой забавный герой. Это лесовичок. Так, кстати, называется само дошкольное учреждение. С каждым годом территория этого детского сада преображается. Детский сад к приемке детей уже готов. Сделали забор собственными силами, маленький, из карандашей. Сделали некоторые металлические детские постройки. Ну, в принципе, все видите, все сами. Идея такого декоративного оформления принадлежит заместителю заведующей Людмиле Киреевой. Людмила Прокопьевна работает в детском саду всего два года. Но за этот период, признаются воспитатели, обновила площадки до неузнаваемости. Самое первое, что появилось в этом году, это декоративные клумбы из спилов. Потом разноцветный катер, беседка с самоваром, тепловоз с вагончиками, кот Матроскин из колеса, яркие скамейки. Большая работа вообще проделана летом, потому что в основном все в отпуске. Вот кто работал, они за это время смогли садик до такой неузнаваемости преобразить, что когда заходишь, на самом деле радуется глаз. Приходишь в какое-то лето, в солнце, все яркое, живое. Дети сами вот играют, им очень нравится. А это особая гордость – живая поленница и пруд с аистами. Здесь же высажен декоративный мох. Воплощать идеи Людмиле Прокопьевне помогают коллеги. Это вот будет скамейка. Но они еще не закончены, ребятишки. Но будут ножки у них, все там спинка. К спинке они будут прихвачены. А потом мы сделаем еще у них ноги, руки. Будут выходить здесь вот веревочные. На концах выпилим вот эти там ботинки, стопы. Но здесь ручка, они будут сидеть. Обнявшись вот так, они из веревок, все эти руки. Тематически оформлена и каждая веранда. Сосинка, малинка, земляничка, черемушка. Нет предела совершенства, уверены сотрудники 18-го детского сада. Облагороженные участки оценили и сами дети. Возвращаться домой из садика они не спешат. Далее в нашем эфире обзор главных тем свежего выпуска газеты «Правда Севера». Последний жаркий выходной стал испытанием для архангелогородцев, решивших поехать к Белому морю на остров Ягре. В субботу вечером они оказались запертыми в многокилометровой пробке по дороге в Архангельск. Подробности в материале обозревателя «Правда Севера» Павла Кононова. Глава региона отдал распоряжение Министерству агропромышленного комплекса и торговли осуществлять мониторинг цен на продукты питания. Введение санкций не может быть объяснением резкого роста стоимости овощей, фруктов, молочной продукции, мяса и рыбы. В первую очередь это касается крупных торговых сетей. Хоккейный корт на стадионе «Труд» в Архангельске перестраивает новая компания «Инвестор». В доведение до ума спортивного долгостроя вложено 50 миллионов рублей. Когда корт планируется открыть, читайте в свежем номере газеты. В день физкультурника в Архангельске сдавали нормы ГТО. Какое упражнение комплекса оказалось самым трудным? Об этом в материале «Десять раз не глядя». Сегодня отмечается Международный день молодежи. Основной целью его создания было привлечь внимание к проблемам молодых людей, с которыми они не могут справиться сами. Мы спросили у жителя Архангельска, какие проблемы, которые стоят перед молодежью, надо решать в первую очередь. Проблема, что негде посидеть, собраться к компаниям. Допустим, в торговый центр как-то не очень охота здесь сидеть. Жилищные, в первую очередь, надо решать. А так, лишь бы занятость была, трудоустройство. У молодежи много проблем в общении со сверстниками, в общении в обществе в целом. Возможно, проблемы с недопониманием родителей. Много, кто пьет, курит, выпивают. Очень распространено у нас. Ну, я этим недоволен. Я думаю, образование и трудоустройство – это самые такие, которые больше всего беспокоят. Если конкретно наша молодежь, то мы хотим очень, чтобы на Донбассе прекратилась война, чтобы перестали убивать людей, чтобы все восстановилось, и наша молодежь могла 1 сентября пойти учиться дальше, на кого не учились. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. А в России вспоминают погибших моряков Курска. В разных городах сегодня проходят траурные мероприятия в годовщину гибели аторной подводной лодки. В гарнизонах Северного флота состоялись траурно-торжественные митинги, которые завершились минутой молчания. Подводная лодка Курска затонула в Баренцевом море. 118 человек экипажа погибли. По официальной версии, причиной аварии стал взрыв экспериментальной торпеды из-за утечки топлива. Два новых лесных пожара возникли в Приморском и Верхнетоймском районах. Причинами этих возгораний стали угрозы. К утушению были направлены парашютисты пожарные авиаподразделения Единого лесопожарного центра. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах региона зафиксировано 112 возгораний, общей площадью около 500 гектаров. Редактор субтитров А.Семкин В минувшие выходные в России прошел День физкультурника. В Котласе праздник спорта отмечали с размахом весь уикенд. Свой физкульт-привет на этом празднике могли получить как спортсмены, так и те, кто вообще не занимается спортом. Для первых городской спорткомитет организовал множество площадок для состязаний. От подвижных видов волейбола и баскетбола до интеллектуальных игры в шашки. Я вообще-то многоборец, поэтому мне приятны все виды спорта. И главное, чтобы везде участвовали. Мы бегаем для себя, для здоровья. Каждый день бегаем у седьмой школы. И всех приглашаем, очень нравится. У меня два первых места, и я призер по армейскому рукопашному бою. Те же, кто еще не определился с видом спорта, могли посетить всевозможные мастер-классы, от игры в городки до стрельбы из лука. Кстати, в финале своего выступления стрелки дали возможность опробовать луки всем желающим. Этим воспользовалась целая свадьба, гуляющая в тот день в парке. Очередь на площадку, где принимали нормативы ГТО, выстроилась еще до ее открытия. Согласно областному заданию, в Котласе на дне физкультурника нужно было принять нормы хотя бы у 70 человек. А по факту, упражнения на пресс, прыжки в длину, отжимания и поднятие гири сдали более 200 горожан, от мала до велика. Организаторам праздника даже пришлось срочно печатать дополнительную партию сертификатов, которые вручались всем участникам площадки ГТО. Диана Дымова одной из последних сдавала упражнения на пресс. Норма для 9-летнего ребенка 15 раз. Нетренированная девочка смогла сделать 60. Я ничем не занимаюсь, просто смогла и все. У нас был один парень, он 450 раз прокачал, 6-й класс. Что прокачал? Пресс. Много у нас человека готовы к труду и обороне? Готовы все. Как бы нормативы сдают все. По традиции в День физкультурника были отмечены не только победители соревнований, но и те, кто внес заметный вклад в развитие этой отрасли в Котласе. Внимание! Марш! А это может быть и не самая спортивная, но уж точно самая веселая эстафета Дня физкультурника. Представителям четырех сборных нужно было прийти к финишу как можно быстрее. И все было бы просто, если бы не надувные модули, в которые приходилось обрежаться. Самый тяжелый – это банан был. После банана я уже выдохся, и лыжа тоже тяжело была. Очень интересно, в принципе, да. Победила в комбинированной эстафете команда «Клювы». И это закономерно, ведь участники клуба любителей волейбола были единственной сборной, которая состояла из действующих спортсменов. Остальные команды формировались из числа любителей. В Архангельске начала работу выставка продажа шуб пятигорской фабрики «Фламинго». Роскошные шубы в богатом ассортименте. Более полутора тысяч моделей, размеры от 40 до 72 и по весьма приемлемым ценам. Покупать шубу выгоднее именно летом, а потому стоит поторопиться приобрести обновку по цене ниже рыночной. Изысканные и практичные, экстравагантные и комфортные. На выставке продажи от пятигорской фабрики «Фламинго» любая модница сможет найти здесь себе шубку по душе. Я мечтаю о шубке красивой, удобной, теплой и, главное, практичной. Поэтому я выбираю мутоновую шубку, и по такой цене я могу себе это позволить. Действительно, шубы из мутона пользуются вполне оправданной популярностью. Они очень теплые, ноские и легко переносят капризы российской погоды. Снег, дождь и слякоть. К тому же мутоновое полотно очень красиво и пластично. Некоторые модели шуб на выставке представлены в единственном экземпляре. Вот, например, это. Шубки из енота пушистые и объемные. Сегодня набирают все большую популярность у модниц. Мех енота необычайно уютен и приятен, а самое главное, отлично защищает от суровых морозов. Элегантная норковая шуба во все времена была объектом мечтаний любой женщины. Бархатистость меха, его благородный цвет, мягкость ассоциируются с высоким общественным положением, состоятельностью и изысканностью. Мех норки отличается высокими, износостойкими качествами. Такое возможно только сейчас. Шикарные шубы по доступным ценам. Милые дамы и дорогие мужчины, успевайте. Пятигорская фабрика «Фламинго». Шубы во дворце спорта. Успевайте и вы сделать зимний подарок по летним жарким ценам. Выставка продажи с 12 по 17 августа с 10 до 19 часов. Во дворце спорта профсоюзов в Малом зале. Елена Венчарова, Руслан Симушин, Панорама Севера. В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 13 августа доллар США 36 рублей 9 копеек, евро 48 рублей 24 копейки. И у меня на этом все. В студии была Лариса Истомина. До встречи. В Вельске 13 августа облачно с прояснениями, временами дождь плюс 23-27. В Козлосе малооблачно 25-27 градусов тепла. В мирном среду переменная облачность плюс 20-24. На Водвинске облачно небольшой дождь плюс 22-24 градуса. В Архангельске 13 августа будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, гроза. Ветер южных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью плюс 14-17, днем плюс 24-27 градусов. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды третий неблагоприятный.